В эфире телеканала Самара Гист, при своем мнении Инга Пеннер, здравствуйте. Палки в колеса. Под заново сушедшего лета городской департамент транспорта проиграл судебный спор против антимонопольщиков. Тяжба разгорелась из-за частных перевозчиков, которых пытались подтолкнуть навстречу к цивилизации. Еще в 2012 году в правила проведения торгов внесли дополнительный пункт. Бизнесменов обязали оснащать свой транспорт так называемыми валидаторами, терминалами, которые принимают к оплате транспортные карты. Но не всем это пришлось по нраву. Некоторые депутаты Самарской губернской думы смотрели в этом ущемлении прав бизнесменов, про права других своих избирателей, пассажиров, слуги народные от чего-то не подумали. И обратились с жалобой в Уфас. Последовала тяжба. И вот арбитраж тоже проявил гуманность коммерсантам. Теперь они вовсе не обязаны принимать транспортные карты. Известие это, понятно, обрадовало мелких перевозчиков, не желающих троиться ради комфорта пассажиров. Но вот для крупных игроков рынка оно, по сути, ничего не поменяло. Победит сильнейший. В этом смысле, если экономить, я думаю, что не стоит. Леонид Шихарев, руководитель фирмы-перевозчика, у которого порядка 10 маршрутов по городу, не часто катается на автобусе. Но на этот раз сделал исключение. На новом МАЗе, который коммерсант обошелся в 4 миллиона рублей, проехаться не стыдно. Здесь, на коммерческом автобусе, у пассажиров принимают транспортные карты, терминалы. Честно признается бизнесмен, тоже удовольствие не из дешевых. Каждый стоит порядка 40 тысяч. Но, уверен Шихарев, здесь принцип прост. Инвестируй, и пассажиры к тебе потянутся. В это стоит вкладывать. В это стоит. Потому что без этого двигаться дальше нельзя. Если мы посмотрим опыт больших городов по стране, да, то есть это Питер, Москва, Казань, Екатеринбург. То есть к этому все и идет. Комфорт – это в первую очередь пассажиры. То, что он не задумывается, каким способом проезда ему оплачивается. То есть он знает, что на маршруте представлен данный вид оплаты электронным проездным и не смотрит и не выжидает какой-то коммерческий транспорт муниципальный. У коммерсантов есть еще очевидная выгода. Ведь если кондуктор замен налички дает обычный отрывной талон, как проконтролируешь, сколько на самом деле было пассажиров? А так все прозрачно. И нам проще, говорит Татьяна Тришина. Ей ведь по долгу службы приходится быть одновременно и психологом, и кассиром. Меньше налички, говорит, меньше конфликтов. Нам, конечно, проще. Или я вот сдачи сдаю, сдаю, или же мне карточку провести. Я ее провела и все. И я думаю, даже людям бы вот удобнее. Кому-то сдаешь мелочь, вот бывает, потому что ее тоже тяжело носить. Кто-то недоволен, что сдаешь мелкими. Все равно можно ошибиться. Все равно. Я так думаю, что надо все-таки все равно лучшими картами заниматься. Безналичный расчет не просто удобен, он еще и экономить позволять. В первую очередь льготникам, студентам, школьникам и пенсионерам, которые таким образом катаются за полцены. Мама третьеклассницы Кати говорит, когда есть карточка, она спокойна, что ребенок без приключений доберется до дома. Потеряла деньги в школе, купила на них что-то, а карточка, уже деньги не страдаешь. Знаете, карточка всегда поселилась. Водели в кармашке, в портфеле, да. Тот, кто считает деньги, пенсионеры в основном берут сезоночки эти. Деньги это швырять, я не вижу уже. Карточку подал всегда и пожалуйста. Очень удобно. Экономить не только льготники, но и все остальные. Если рассчитываясь наличными, вы платите за проезд 20 рублей, то по транспортной карте 17,5. Для тех, кто постоянно пользуется общественным транспортом, разница существенная. Минус один. Пунктов, где можно положить деньги на карту, не так уж много по городу. Но вскоре, говорят изготовители карт, ситуация поменяется. Вот на таком терминале самообслуживания, значит, прикладываем карту, выбираем пополнение, кладем определенную сумму и все. Терминалы нужны, потому что, допустим, стоять на почте очередь, когда там стоят за пенсией, за посылками и так далее, просто чтобы положить 100 рублей на карту, ну, это неудобно людям. Поэтому терминалы будут появляться. Они будут везде. Сейчас, в ближайшие дни уже, мы выставляем их на станциях метро. Замечательно просто будет. Я терминалами пользуюсь и других услуг, и поэтому мне будет удобно. Приезжайте на обучение, скоро в городе таких будет много. А у вас уже работаете что-то? Конечно, он работает. Вы могли пополнить сейчас там свою карту. Вот, в следующий раз плитой пополнить. Я хочу, кстати. Технический директор фирмы, что продает эти пластиковые сезонки, Вениамин Крайнов, убежден. За транспортными картами будущее. Только за два года работы в предприятии число электронных проездных увеличилось с 300 тысяч до 450. Эти карточки, кстати, в случае потери легко восстановить. Деньги при этом никуда не пропадут. Тоже преимущество. Неудобство пока одно. Нужно дожидаться автобуса, где принимает эти транспортные карты. И вот, чтобы снять эту проблему с повестки дня, Департамент транспорта и обязал в 2012 году перевозчиков обзавестись терминалами. Но после проигрыша в арбитраже, это требование уберут. Обжаловать судебное решение, говорят представители департамента, не будут. Нет смысла. Рынок все равно расставит все на свои места. Транспортные предприятия сегодня заинтересованы, чтобы, если уж сказать так прямо, угодить пассажиру и предоставить им тот набор услуг, которые они запрашивают. Это и конкуренция, это здоровая конкуренция, на наш взгляд. И мне кажется, что транспортные предприятия будут делать это независимо от того, прописано ли это требование в конкурсной документации или нет. Это уже происходит, вот уже второй год, как мы переоснащаем транспорт и уже меняем подвижной состав, в котором уже в принципе невозможны, да, старые технологии, там, обыкновенные билеты в новом современном подвижном составе. И мне кажется, уже просто сознание перевозчиков работает вот только в этом направлении. Иначе пассажир просто перейдет на другой вид транспорта. Кстати, чек, который выдает терминал, это настоящий документ, который может стать решающим спорем между пассажиром и перевозчиком, если он возникнет. Это не безымянный отрывной билет, здесь указаны все данные. Так что это еще один аргумент в пользу транспортной карты. Поэтому решение арбитража хоть и дало временную передышку перевозчикам, но в перспективе они все равно будут вынуждены вести бизнес цивилизованно, если, конечно, хотят оставаться на рынке. Приведут чувства. Если коммунальные конторы хотят оставаться на рынке, им тоже предстоит пересмотреть свой стиль работы. С 1 сентября в России в сфере ЖКХ стали действовать новые, более жесткие правила. До 1 мая все управляющие компании должны пройти лицензирование. Аттестацию будет проводить комиссия, состоящая минимум на треть из членов общественных объединений некоммерческих и саморегулируемых организаций. То есть людей беспристрастных. Так что коммунальщикам предстоит серьезная встряска. Затем, как они будут держать этот экзамен, будет весьма любопытно понаблюдать, особенно на примере отдельных домов, где разруха давно стала чем-то обыденным. С традиционной просьбой «помогите!» взывают жители Дзержинского 13-Б. Бывшее общежитие, теперь это обычный многоквартирный дом, давно в малоприглядном виде. Мы просто не знаем, что дальше надо. Мы здесь у нас блохи бегают. Акваляй и вода стоит. Как жить дальше мы не знаем. Кому обращаться мы не знаем. У меня двора заходили ночью, то есть там трубу прорвало, капризацию забило. Вот один раз я спускался, было сухо. Тут раз спускался ее там по колену. Да сейчас ужасно, что там. А сейчас блохи бегают, а чего? И блохи там прыгают. А человеку бегают. От сырости. Вот сейчас стоим, я говорю, сейчас немножко пугали, а будем чесаться? Ну вы не пугайтесь так. Дело в том, что когда построили ресторан «Чешский дворик», то наш подвал постоянно затапливает воду. Постоянно. Мы жаловались сколько угодно, и так до сих пор в основном не так. Также по поводу мусоропровода, который не чистился. С одной стороны, сейчас его заварили, с другой стороны, он забит периодически. Из-за этого ужасная вонь. А на этом у нас на этажах стоит, из-за мусоропровода. Это мусоропровод на кухне, вот и представьте, как мы готовим. Дом на Дзержинске, от них не старый, ему всего 35 лет. Правда, за это время здесь ни разу не было капитального ремонта. Впрочем, до разрухи его довели, как мне кажется, два обстоятельства. Равнодушие коммунальщиков за три года здесь сменилось уже три конторы. И без различия самих жителей, поговорить с журналистами пришли те, кому не все равно. Вот почти весь актив дома. Не густо, учитывая, что это девятиэтажка. Больше половины жильцов даже за коммуналку годами не платят. На каждой квитанции вот такой список. Кто по десять, кто по четыре. Они не платят, мы страдаем за них. Они прям, вот, тебя прям прекрасно. А мы за них платим. Почему за них платить? У ноги не платят. У ноги не платят, да и мы страдаем за этого. Последней каплей, переполнившей терпение, стало отключение лифтов, якобы из-за долгов. Она мне говорит, скоро лифт отключим. Я говорю, а на каком основании лифт отключится нам? А она говорит, не платят. А я говорю, а при чем здесь я, например, вы возьмите квитанцию, у меня все квитки заплачены. Я говорю, почему я должна ходить пешком на девятый этаж, у меня все проплачено? Это ваша проблема? Вот и все. Вот такое отношение. Да мы им так сказали. Потому что, ну, знаете как, такое ощущение, будто люди туда приезжают, так сказать, ночь переночевать, день простоять и не платить ни за что. Поэтому я и многим на Держинке говорю, что, ребята, у вас долги, поэтому лифты отключили. Ну, это такая специфическая шутка. Их жильцы как терроризируют, что из-за вас, ребята, лифты отключены. Вот, ну, так специально сказали, что пошутите и тонусы повысить тоже людям. Вот, многие звонят и спрашивают, какой долг, давайте мы вам заплатим. Так что шутка удалась, уверена глава коммунальной конторы Жилдом Людмила Генералова. Впрочем, в ее арсенале есть оружие и посерьезнее черного юмора. Против должников сейчас она готовит судебные иски. Душу с спасительными беседами, проблема в доме на Держинского не решишь, говорит бизнесвумен. В сфере ЖКХ она больше 10 лет, начинала с простого мастера, теперь водоросла до начальника, потому и повидала многое и много нового о себе узнала от жильцов. Есть рабочие такие моменты, когда и, как сказать, и в хост, и в гриву, но больше спасибо, говорят. Дом на Держинского, который пришел к ней на обслуживание после ухода с рынка ПТС-сервиса и банкротства УВЭКа, говорит Генералова, еще не самый запущенный случай, и Золотый Гор он обещать не стал, но что ж, зато честно. Правда, заверила, что проблема с подвалом, который периодически затапливает, решат уже этой осенью. С рестораном, что портил жизнь бывшему общежитию, вроде как договорились. Ремонт в подъезде сделают за счет рекламщиков, которые баннеры повесили, оплатить ни за что не хотят. Тут вся надежда на прокуратуру, которую уже отправили жалобу. Что же касается лифтов, то здесь и впрямь беда. И отключили их вовсе не из-за долгов, а на время проведения экспертизы. Лифты страшные, очень страшные. Там, ну, сами видели, какие они. Ездят, кряхтят, можно так сказать. И поэтому, не дай бог, мне сидеть в тюрьме не хочется. Пускай сначала их испытают, потом посмотрим. Перспективы туманные, миллион восемьсот на замену одного лифта. И ремонт лифта, он дорогостоящая процедура, нет таких денег надо. И не будет. Есть возможность провести собрание, перевести сроки исполнения капитального ремонта. Я им составлю письмо коллективное, юридически грамотное. И мы будем по всем разным инстанциям наноситься с бумажками. Дополнительное ускорение в этом марафоне, безусловно, придаст стартовавшее лицензирование. Ведь потерять свое место на рынке очень просто. Два судебных решения за год о неисполнении предписаний госжилнадзора. И компания лишается дома. Пара таких случаев и вовсе теряет лицензию на три года. А ее руководители вовсе попадают в черный список. Так что сказать, что коммунальщики сейчас пребывают в тонусе, это значит ничего не сказать. Как будет на самом деле все это происходить, никто пока не знает. Но как-то есть какой-то стресс, что называется, перед этим? Конечно, есть. Экзамен на знание всего. Ну вы морально-то готовы? Готовы. Так что многоэтажка на Дзержинского и впрямь для коммунальщиков задачка со звездочкой. И таких домов в Самаре масса. Насколько выдержит управляющая компания этот экзамен, станет ясно в ближайшие полгода. Думаю, к тому времени можно будет вновь навестить бывшее общежитие. Впрочем, пока коммунальная контора раскачивается, могу дать простой совет его обитателям, как избавиться от войни, что стоит в доме. Мусор, который кидают прямо в подъезде, убрать ведь несложно и самим. Ну и доходчиво объяснить соседям, что свинничают. Как они не правы. Иначе на Дзержинского уже не только блохи будут прыгать, но и крыс. Удивляясь, как они еще там не поселились. Разруха, позволю себе перефразировать классика, она ведь не в подъездах, а в головах. На сегодня, пожалуй, все. Звоните, пишите, жалуйтесь. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова